Первые войска КНДР могут прибыть в Курскую область уже 23 октября. Об этом заявляет начальник главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. В подтверждение слов Буданова появились первые видео северокорейских офицеров, разгуливающих по Москве. На Дальнем Востоке РФ и вовсе вернулись в СССР. Там представители КНДР проводят лекцию по политической подготовке для переводчиков с корейского языка. В свою очередь Украина при участии проекта «Хочу жить» создала ролик с призывом к северокорейским военнослужащим сдаваться в плен. В специальном ролике бойцов корейской народной армии призывают сложить оружие. Текст обращения распространяется на русском и корейском языках. 북한에서 새로 도착한 전쟁 포로를 수용하기 위해 가까운 장래에 전선의 여러 부문에서 포로가 된 최초의 북한 점령군이 이곳에 도착할 것입니다. 수용소의 전쟁 포로들은 별도의 수면 공간을 갖춘 크고 따뜻하고 밝은 방에 수용됩니다. 수용소의 전쟁 포로들은 하루 3끼의 식사를 받으며 식단에는 고기, 신선한 야채, 빵이 포함됩니다. Не думал, что когда-нибудь это скажу, но северокорейцы, сдавайтесь в плен. для вас это возможность выжить. российское командование даже своих бойцов за людей не держит. «Лучше использовать чужие наемные войска, потому что мы, конечно, будем за это платить, это будут классические наемники, чем с вами. А мы можем оказаться не в том положении, что нам придется выбирать. Понимаете как? А если выбор ставить туда наших необстрелянных призывников, 18-летних, или северокорейцев? Сразу сгущаете как? А если вдруг попрут снова украинцы, Кавкорской области, вот что вам будет легче? Наши ребята, 18-летние, или северокорейцы, вот этот призыв, который там набирает сократа? Ну а вообще ожидать от северных корейцев особого рвения на фронте не приходится. По данным украинских спецслужб, накануне российские оккупанты уже искали и в результате задержали 18 военных КНДР, которые бросили свои позиции и сбежали в Курской области. И это только начало. Продолжение следует.